Добрый день! Я брат Сурдолах. Сегодня на канале Центр слуха мы проведем обзор приборов аудиометров PAS Medical Германии. Вчера мы получили как раз из Германии приборы, часть из них уже отправили заказчикам. Приборы пользуются большой популярностью вследствие своих компактных размеров и возможностью различных комбинаций. Один прибор может заменять несколько приборов для диагностики слуха. Существуют основные типы приборов PAS Medical. Это Сентиера Десктоп. Компактная настольная версия прибора, которая выглядит вот так. Прибор может использоваться для импедансометрии взрослых и детей, аудиометрии чистого тона от акустической эмиссии. Другая версия прибора, это уже более портативные приборы, которые удобно держать в руке именно. Это прибор Сентиера Скриннинг. И самый продвинутый прибор этого производителя, это аудиометр Сентиера Эдвенст. И сегодня я бы хотел остановиться как раз на приборе Сентиера Эдвенст, который может себе сочетать комбинации всех возможных приборов для диагностики слуха. Этот прибор по-настоящему является клиникой в ваших руках. Сегодня мы остановимся именно на этом приборе. В данной комплектации прибор будет использоваться для диагностики слуха как у новорожденных, так и у взрослых. Поэтому здесь имеются модули от акустической эмиссии, модуль автоматический КСВП и модуль аудиометрии чистого тона. На обратной стороне прибора можно увидеть его серийный номер, адрес производителя, название прибора, артикул этой модели. Здесь имеются разъемы для подключения зонда от акустической эмиссии, зарядного устройства, кабеля электродов, наушников, воздушной проводимости, костной проводимости. И с другой стороны имеется микро-USB пор для подключения прибора к компьютеру. Прибор можно использовать как отдельно, так и можно управлять им с персонального компьютера. Данная комплектация предусматривает три диагностических прибора в одном. То есть раньше до этого вам бы пришлось покупать три отдельных прибора для акустической эмиссии, для КСВП и для аудиометра чистых тонов. Вот, например, как выглядит один аудиометр чистого тона. А этот прибор заменяет три таких прибора. В комплектации идет угловой зонт для акустической эмиссии с красной маркировкой. Это электродный кабель для проведения КСВП. Очень удобные зажимы в виде крокодильчиков. Идут набор тканевых электроводов, 30 штук для проведения КСВП, коротколотентных слуховых вызванных потенциалов, инструкции пользователя. Также в комплектации идет кабель для подключения к персональному компьютеру. Флешка с программным обеспечением. Ну, причем последнюю версию программного обеспечения всегда лучше скачать на сайте производителя. Зарядное устройство. Вот с таким разъемом белого цвета. Причем мы по цвету всегда видим, куда нужно подключать, какой разъем. Все соответствует. Белый штекер подключается к белому разъему. Это для зарядки. Зарядка прибора очень быстрая. Полная зарядка до 100% от нуля занимает не более двух часов. Время автоматической работы прибора не менее 8 часов. Также идут наушники. Воздушной проводимости наушники Interacoustics. Калибровка наушников, в отличие от других производителей, находится в этом, в самом штекере наушников. Поэтому для повторной калибровки наушников нам не нужен будет сам прибор, нужны только наушники. Чтобы провести калибровку этого прибора. Точно так же и при замене наушников не нужно проводить калибровку прибора, так как калибровка находится в штекере и автоматически передается в сам прибор при подключении наушников. Кнопка ответа пациента для аудиометрии и костный телефон, костный преобразователь для проведения аудиометрии по костной проводимости. И набор вкладышей для взрослых и для новорожденных. Универсальный набор. Стартовый. В дальнейшем можно заказать вкладыши, которые подходят именно для ваших целей, для ваших пациентов в большем количестве для использования в дальнейшем. Вот в наборе идут различные вкладыши, идут две тестовых камеры для проверки прибора. И два типа наконечников для взрослых и детский наконечник для детей до года и для новорожденных. В приборе имеется современный сенсорный дисплей, который закрыт в данном случае защитной пленкой. Сбоку находится кнопка включения прибора. Сейчас мы включим прибор. Заводские настройки на английском языке. Мы сейчас поменяем язык. В данном случае поставим украинскую мову. Зайдемо в режим функциональных перевирок. Прилоду. Здесь есть самопроверка прибора. Запускаем тест. Как видим, прибор полностью готов к использованию. Тест пройден. Далее есть тест зонда прибора, который мы сейчас проведем, чтобы проверить исправность зонда для проведения отоакустической эмиссии. В комплекте с зондом идет такой фиксатор зонда, который удобно использовать в некоторых случаях, чтобы зонд не выпадал из уха пациента. Видим, что маркировка красная. Зонд с красной маркировкой. Поэтому вставляем в красное гнездо. Стрелочка имеется на зонде, которая показывает в каком направлении вставлять и вынимать зонд. Вставляется он легко. До щелчка. Ну и чтобы его вынять из прибора, берем за эту часть. Ни в коем случае не тянем за сам провод, чтобы его не вырвать. Берем за утолщенную часть штекера и просто его достаем в этом же направлении. Зонд угловой для проведения отоакустической эмиссии новорожденным. На самом конце имеется наконечник зонда, на который мы одеваем вкладыш соответствующего диаметра. Существует два типа наконечника. Прозрачный и белый наконечник, который меньше, который больше подходит для исследования слуха у новорожденных. Чтобы снять наконечник, нужно сдавить немного сверху и снизу. И таким образом он снимается. Поставим более тонкий наконечник зонда белого цвета. Для проверки, для теста зонда с этим наконечником используем синюю камеру. Вставляем наконечник в синюю камеру. Красная камера для проверки зонда с прозрачным наконечником. Видим серийный номер зонда. И заключение зонда ОК. Стоимость такого зонда составляет около полутора тысяч евро. У всех производителей. Особенностью углового зонда ПАСМЕДИКЛ является то, что данный зонд подлежит ремонту. То есть при необходимости эта часть зонда разбирается и динамики и микрофон, которые находятся внутри, можно заменить. То есть в процессе эксплуатации зонда, если что-то попало внутрь и вышел из строя динамик или микрофон, зонд подлежит ремонту. Не обязательно его замена. Это отличает данные приборы от таких же приборов других производителей. Что значительно сокращает расходы при эксплуатации такого прибора. После этого мы можем одеть вкладыш на зон соответствующего диаметра. Вот это наконечники, которые используются у новорожденных. Красный наконечник 4 мм. Этот немного больше. Основным условием проведения акустической эмиссии является плотная установка и правильная установка этого вкладыша в слуховой проход ребенка. И отсутствие в слуховом проходе посторонних веществ, которые будут затруднять проведение данного обследования у новорожденных. Чтобы провести само обследование акустической эмиссии, нам нужно в меню выбрать пациента. Нажал на иконку с плюсиком, чтобы ввести данные пациента. Или нажал на иконку с вопросительным знаком, чтобы мы ввели данные пациента позже. И после этого уже выбираем тест от акустической эмиссии. И быстрый тест DPoAE. Существует несколько пресетов, которые можно под себя менять параметры. В основном мы используем стандарт. Стандартный тест. Частоты от 1 до 8 кГц в основном используются от 2 до 5. Здесь мы выбираем критерий тест пройден 3 из 4 частот или 4 из 4 частот. И соотношение сигнал-шум. Средний, но для скрининга можно выбирать и 6 дБ. Это минимальное значение этого теста. Которое упрощает это исследование. Для скрининга можно поставить 6 дБ. Особенностью эмиссии от PassMedical является ее мультичастотность. То есть проверка идет одновременно на 2 частотах. И частотная модуляция этой эмиссии в FMDPoAE. Такой алгоритм, который исключает ложно-отрицательные, ложно-положительные результаты. Можем подключить этот прибор к компьютеру и управлять прибором с компьютера. На практике в основном это нужно для того, чтобы распечатать тест исследования через обычный принтер. При необходимости можно использовать один из двух доступных портативных принтеров. Американский принтер, ABLE или японский Seiko. Которые на аккумуляторах. И эти исследования можно распечатать непосредственно с этого прибора. Нажимаем управление прибором. Если появляется такое сообщение, то можно обновить эту программу, установив ее с сайта производителя. Вот то, что мы видим на экране прибора, тоже и на экране компьютера. Можем выбрать режим анимации. В данном случае, чтобы удалить данный зонт, просто за утолщенную часть штекера, таким же движением, вынимаем зонт. Для проведения КСВП необходимо, можно использовать данный зонт в виде наушника. Но рекомендуем для новорожденных все-таки использовать такие вот наушники для стандартной аудиометрии и зонт с синим штекером. Который подключается в синее гнездо прибора. Наушники эти одеваются на голову ребенка и таким способом фиксируется голова. Ребенок не так уже поворачивает. Не так поворачивает голову и меняет свое положение. Что в принципе облегчает проведение данного исследования. И второе, то что нужно для исследования автоматических КСВП у новорожденных. Это зонт с серым штекером. Который мы вставляем также и белым, белой маркировкой, когда вставляется в белый разъем. Так, таким образом. Вот здесь написана схема наложения электродов. Кожа ребенка должна быть чистой и сухой. Черный разъем подключается к электроду, который накладывается на щеку ребенка. Белый зажим подключается к электроду, который накладывается на лоб ребенка. И красный на заднюю подключается к электроду, который фиксируется на задней поверхности шеи ребенка. Чтобы сделать это обследование, мы заходим уже в тест быстрых или автоматических КСВП. Видим правое и левое ухо. Можно зайти в меню настроя, где выставляем интенсивность. Для скрининга стоит 35 дБ по умолчанию. Выставить возраст ребенка необходимо. Или прибор может спросить возраст ребенка перед тестом. После этого одеваются наушники, приклеиваются электроды, подсоединяется кабель. Вторым условием для проведения данного теста является сон ребенка. Потому что в состоянии бодрствования, энцефалограмма ребенка, активность мозга будет и сокращение мышц, даже глазодвигательных мышц, будет мешать проведению данного обследования. И тест, скорее всего, не получится. То есть нужно или полное спокойствие ребенка, желательно, чтобы он не двигался. Или, желательно, это исследование КСВП, в отличие от эмиссии, необходимо проводить во сне. Если мы проводим аудиометрию взрослым, то выбираем мы режим аудио. Самый верхний режим это тональная аудиометрия. Который мы можем провести по воздуху и по кости. Подключаем кнопку ответа пациента. Мы можем подключить в белый разъем прибора. Необходимо здесь, чтобы была полная функциональность этого прибора, с маскировкой лучше слышащего уха, необходимо, чтобы был включен режим эксперт. На это обращаю внимание, чтобы здесь стояла точечка. В данном случае она стоит. Ну и можем выбрать сам стимул. Постоянный стимул или прерывистый или частотно модулированный сигнал. Начальный уровень проведения теста рекомендую поставить 15 децибел. И здесь можем выбрать частоты, на которых будет проводиться аудиограмма. Частоты от 125 до 8000 Гц. Это при автоматическом определении слуха. То есть здесь есть автоматические аудиограммы по Хьюстону, Веслейку и Бекеши. И это вот частоты, которые будут проводиться в ручном режиме измерения. Здесь как бы все основные частоты уже стоят по умолчанию. Хочется добавить, что меню прибора логически понятное, простое. Если не нужно посмотреть значение какой-либо иконки на экране, достаточно нажать кнопочку «Информация». И здесь вы можете прочитать, для чего нужна та или иная икона на приборе. После проведения теста данные обследования можно сохранить на компьютере в виде PDF-файла или распечатать через портативный принтер, который подключается к прибору, или через любой принтер, который будет подключен к вашему компьютеру. Программное обеспечение мира бесплатное. Лицензия для сохранения пациентов в памяти компьютера к данному прибору идёт также в комплектации. Если будет сообщение, что память прибора заполнена, то можно сохранить, перенести всех пациентов. Перенести пациентов с прибора на персональный компьютер и после этого очистить память самого прибора. Также имеется возможность пересылки пациентов с компьютера на прибор. И периодически данные приборы можно обновлять. Для этого необходимо нажать иконку «Обновление». Прибор найден и прибор через интернет получает все последние обновления от производителя. Это является также одной из ключевой особенностей приборов PAS Medical в отличии от других производителей. Например, аудиометр Santiere даже десятилетней давности можно обновить до последней версии прошивки. И он будет работать также как современный прибор. Эти приборы не устаревают. Производитель гарантирует поддержку на протяжении минимум 10 лет после приобретения прибора. Другие производители, к сожалению, обычно обновляют модельный ряд приборов и поддержка через 3-5 лет может закончиться. Мы провели сегодня краткий обзор возможностей прибора Santiere Advanced. Также хочу добавить, что в этот прибор можно добавить еще модуль импедансометрии. Это тимпонометрия и акустические рефлексы. Модуль ISSR. То есть практически все возможные исследования слуха могут быть в этом одном комбинированном приборе. И лицензии на многие исследования можно докупить позже и добавить в этот прибор. Более подробную информацию о данных приборах можно получить на нашем сайте slu.com.ua Всего хорошего. До новых наших обзоров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok